Болезни грязного рта. Простой способ защититься от рака и инфаркта. Болезни грязного рта. Простой способ защититься от рака и инфаркта. 8 часов 12 марта 2020 года. Обновлено. 8-5 12 марта 2020 года. Deposit photos. Wavy Break Media. Чистит зубы. Deposit photos. Wavy Break Media. Москва. 12 Марью Новости. Альфия Яникеева. Согласно исследованиям, инсульт, инфаркт, рак и даже не радиегенеративной болезни часто возникают из-за того, что люди недостаточно хорошо чистят зубы или же вовсе не соблюдают гигиену рта. Патогенные микроорганизмы не представляют опасности, пока находятся в ротовой полости. Но кариес и заболевания десен открывают им путь в кровеносные сосуды. В результате микробы разносятся по всему организму, мешая ему нормально функционировать. От зубов к сердцу. По данным итальянских ученых, люди, у которых есть кариес или заболевание десен, почти на 25% чаще страдают болезнями сердца и сосудов. При этом риск внезапной смерти у пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, значительно выше, если они плохо следят за полостью рта. Дело в том, что при кариесе или парадонтите обитающие во рту стрептококи через воспаленные десны попадают в систему кровообращения. Там они вырабатывают специальный белок, заставляющий тромбоциты слипаться. Соединенные таким образом клетки, с одной стороны, создают пленку вокруг бактерии, которая защищает ее от иммунной системы и антибиотиков, а с другой приводит к образованию сгустков крови, которые закупоривают сосуды, вызывают их воспаление и ограничивают доставку крови в сердце и мозг. В результате у человека случается инфаркт, инсульт, развиваются другие сердечные заболевания. Если плохо чистить зубы или совсем этого не делать, размножившиеся во рту микроорганизмы вызовут кариес и воспаление десен, что может привести к гибели соединительного эпителия слоя в одну клеточку, расположенного между эмалью и десной. Он не позволяет патогенам проникать в сосуды десен и сосудистое русло. Как только эпителий погиб, а главный признак этого кровоточащие десны при чистке зубов, путь микробам внутри организма открыт. Кроме того, в сосудистое русло попадают и пенистые клетки в них превращаются погибшие макрофаги, которых в норме захватывают и переваривают бактерии во рту. Эти пенистые клетки содержат эфиры холестерина и легко приклеиваются к внутренней оболочке сосуда. Иными словами, образуется атеросклеротическая бляшка. А теперь представьте, что некоторые патогены при попадании в сосуды вызывают слипание тромбоцитов. И если эти склеенные тромбоциты садятся на атеросклеротическую бляшку, получается внутрисосудистый тромб. А это один шаг до катастрофы, рассказала директор Института стоматологии имени Е. Веборовского-Сеченовского университета профессора Рино Макеева, выступая на лекции «Уход за полостью рта искусства, наука и огромное удовольствие». Иллюстрация РИА Новости. Соединительные петели расположены между эмалию зуба и десной. Он не позволяет бактериям, живущим во рту, проникать в сосуды десен и сосудистое русло. Если же человек долго неправильно чистит зубы или вообще этого не делает, то соединительные петели погибают. В результате зуб и его парадонтальный карман становятся входными воротами инфекции. Воспаленные десны – воспаленный мозг. По мнению американских исследователей, если не заморачиваться чисткой зубов, можно заработать болезни альцкие меры. Дело в том, что во рту обитают бактерии, которые, размножившись, способны вызывать парадонтоз – воспалительное заболевание десен. В этом случае микробы могут попадать в сосуды и через кровеносные русла распространяться по всему организму, в том числе проникать в мозг. Там они начинают производить гингенпайны ферменты протиазы, которые режут в связи между аминокислотами в белках. 24 января, 15.05 Ее наука. Ученые создали протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса. Авторы работы показали на клеточных культурах и мышах, что появление в нервных клетках гингенпайнов связано с повреждением тау-белков, ответственных за стабилизацию и дестабилизацию микротробочек. Когда тау-белки ломаются, а именно это происходит при болезни Альцгеймера, они перестают стабилизировать цитоскелет клетки. Судя по всему, гингенпайны начинают повреждать тау-белки уже через час после попадания в организм человека. Лечение антибиотиками не убивает эту бактерию, а только вырабатывает у нее устойчивость к лекарственным препаратам. Рак с зубами. Согласно целому ряду исследований, проблемы с зубами и десными могут способствовать появлению злокачественных опухолей, и речь не только о раке слизистой оболочки рта. Так, американские и итальянские ученые показали, что у людей, страдавших периодом титом и потерей зубов, увеличивался риск развития злокачественных новообразований поджелудочной железы. 9 августа 2019 года, 13.47 Рионаука. Британские ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново. Научно доказано, что постоянное воспаление в арту, а у нас многие люди живут с этим годами, может вызывать онкологическое заболевание слизистой оболочки. Об этом обязательно надо говорить, тем более что уход за зубами и десными способен предотвратить и другие неприятные последствия для здоровья, отметила профессор Ирина Макеева. По крайней мере, почти 40 тысяч жителей Тайваня, вовремя начав лечить зубы, значительно снизили шансы заболеть сразу несколькими видами рака. Это выявила группа ученых, в течение нескольких лет наблюдавшая за показателями их здоровья. Зубная щетка от всех болезней. Корейские ученые, изучив данные свыше 160 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет, посчитали, что у тех, кто чистит зубы три раза в день и чаще, значительно реже возникает мерцательная аритмия и сердечная недостаточность. Скорее всего, это связано с тем, что регулярная чистка зубов уменьшает количество бактерий в субгенгивальной беплинке под десневым зубном налете, развивающемся в карманах между зубами и десными. 2 декабря 2019 года, 11.41 РИА Наука ученые установили, что чистить зубы полезно для сердца.